Будешь помогать лентяю, дураков прибавится, а будешь праздновать победу в бою как дурак, все забудут о твоей победе и будут смеяться над тобой. Привет, голубоглазые каракатицы! С вами Федорович, а в этом видео мы увидим бойцов, которые так радовались своей победе, что отпраздновали ее хуже поражения. Больному не до разговоров, уставшему не до игр, а тупого нельзя пускать в клетку. В поединке Четмена против Аялы мировое сообщество любителей мордобоя лицезрело самый фантастический и невероятный нокаут. А Яла, переведя в партер Четмена подсечкой, решил сразу его добить хаммером. Но беда в том, что он пошел в пике, как орел на зайца, а Четмен непонятно как подобрал под себя колени, об которые наш сокол и расшибся, отправив в нокаут самого себя. Но самое шокирующее для диванных экспертов было то, как Четмен решил отпраздновать свою феноменальную победу, запрыгнув на спину лежащего Аялы и сделав с него сальто. Про отсутствие элементарного понятия бойца и уважения я вообще не буду говорить. Но чему ты радуешься? Эта победа не твоя заслуга, а подарок подлой судьбы. Делай добро тому, кто делает тебе, а зло не делай, ибо оно само его настигнет, особенно когда в башке адреналин или пустота. Решайте сами. Этот мегавоин так обрадовался своей победе, что решил сделать что-то невероятное и сделал. Он залез на клетку и тупо прыгнул спиной в пол, как будто чувака никогда не бросали прогибом, и он не понимает, что от такого удара, да еще и с такой высоты, не только дыхание перебьет, но и можно переломать ребра. Но теперь он это запомнит на всю жизнь. Ведь бойца так скрутило, что он не мог разогнуться, даже когда противник подошел пожать руку. Мало того, проигравший спокойно вышел с клетки, как ни в чем не бывало, а победитель корчился от боли, как будто его избила вся команда противника. Богатство детей — отец и мать, а богатство бойца — честь и достоинство, но, к сожалению, не для каждого. В поединке Батры против Хейера первый закончил бой на 32 секунде классным боковым, отправив Хейера в нокаут. Но потом, стоя над оппонентом, который уже был без сознания, вспомнил Фаталити из Мортал Комбата и как профи-рестлер прыгнул на него сверху, ударив двумя руками в голову. Зачем он это сделал, так никто и не понял. Или он хотел добить противника, или показать свои суперприемы останется загадкой. Но за это его дисквалифицировали и отдали победу противнику. Как нет смысла в знатном имени при пустом блюде, так нет резона в победе при серьезной травме победителя после своей же победы. В бою Хулшава против Эдвардса первый закончил бой отличным боковым, а затем как дикий бизон побежал взбираться на клетку, празднуя победу. Но спрыгивая с нее, сделал какое-то непонятное движение, ударив канвас ногами, отчего очень серьезно травмировал себе же колено. Со стороны это выглядело так, как будто у него колено вышло из сустава или чего похуже. Вот и думайте теперь, как праздновать, чтобы себя не покалечить, или лучше проиграть каким-то удушающим и спокойно поспать. Когда следишь за модой, мода придет за тобой. Невероятный Веном Пейдж в своем поединке против Сантоса одержал победу с сокрушительным ударом и решил отпраздновать в стиле покемонов, ведь в то время это была целая пандемия. Назвать это празднование смешным или нелепым решайте сами, но то, что это неуважение к противнику, это точно. Пока Сантос лежал в нокауте, Пейдж сделал вид, как будто словил его шариком покемона. Что-то типа победил и забрал душу. Была бы голова цела, а шапка найдется. Так и бойцов. Было бы, что праздновать, а каким способом разберемся. Главное, чтобы не убить себя. В поединке Гейджи против Джонсона, который закончился во втором раунде победой Гейджи, тот побежал к сетке, чтобы сделать заднее сальто. Но настолько устал, что залезая на нее подскользнулся, ударился головой об сетку, круче, чем в бою. Улетел в нокаут, потом снова попытался на нее взобраться, но не смог подтянуться. В общем, повеселил публику лучше, чем в бою, но в конце концов исполнил задуманное. Когда хочешь зарисоваться перед начальством, после хорошего подхалимства главное красиво уйти, чтобы все не испортить, как этот японец. После своей победы он вылез из ринка и побежал к боссу организации, благодаря того за возможность выступить, рассказывая, какой он великий промоутер и какая у него крутая организация, и что он готов к большим боям. Но после сладкого пения соловья нужно возвращаться в ринг, а наш тигр вместо красивой черты под своей речью поставил жирную кляксу. Глупая голова, что сырая тыква, кроме корма для свиней ни на что не годна. Но в нашем случае этой голове дали камеру и пустили в клетку. В поединке Колдвелла против Банча первый выиграл бой и побежал к сетке показать всему миру свою акробатику, делая сальто назад. Вот только он не учел один момент. Оператор оказался очень любопытным и побежал следом, получив за это ногой по башке и камере. Не знаю, кто больше пострадал в этой ситуации. Боец, который зацепился ногами за пустоголового оператора, травмировав себя и разбив нос. Или оператор, которого отправили в нокдаун и поставили на счетчик за разбитую камеру. Перед своим поединком с Колманом у Игоря Вовчанчина было более 30 побед без поражений. Но этот бой стал роковым. Но всем зрителям он запомнился не победой Колмана, а его празднованием. Глаза боятся, руки бьют, а радость затмевает рассудок. Именно в такой последовательности Колман профиерил в этот день. Он так обрадовался победе, что у него просто снесло крышу. Он не знал, как праздновать. Прыгал на канаты, падал с них, а потом вообще выбежал из ринка и побежал к кентам обмывать этот успех. Даже не дождавшись, когда рэфери поднимет ему руку. Берись за то, что по плечу, а перед зрителями делай то, что умеешь. В поединке Волкера против Циркунова первый об этом забыл и решил отпраздновать свою победу, как крутой брейкдансер. Но вот беда была в том, что он вообще не понимал, как это делается. Он хотел быть морской волной, а сделал все как мешок с картошкой, сброшенный с плеч усталого деда. После боя Джор Роган с него поржал за такое празднование. Да и зрители тоже. Пишите в комментах, как вам такие празднования. Ну или как вы празднуете свои победы над десятком беляшей или килограммом пельменей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. Также подписывайтесь на мой второй канал в описании под видео. И забирайте бесплатные видеокурсы по технике муай-тай самообороне в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok